Нина Петровна Хрущева, жена генсека Никиты Хрущева, запомнилась всем как вполне скромная и простая женщина с обычной внешностью. Советская первая леди особенно невыгодно смотрелась рядом с утончённой Жаклин Кеннеди, с которой встретилась во время загранпоисдки Никиты Сергеевича в США. Но мало кто знает, что Нина Петровна была вовсе не простушкой, как казалось на первый взгляд. Исследователи биографии полагают, что именно по её инициативе Никита Хрущев в 1955 году освободил из лагерей последователей националистического движения под руководством Степана Бандеры. Правда ли это? Нина Петровна Кухарчук родилась в селе Васылив, современная Польша, Люблинское воеводство. Этот край под названием Холмщина в те времена носил название Закерзонья, крайней западной части Украины. Несмотря на то, что Нина Петровна родилась в простой крестьянской семье, она получила довольно неплохое образование, знала несколько иностранных языков, польский, французский, английский. Некоторое время Нина Петровна состояла даже на должности секретаря Центрального комитета КП Восточной Галиции. В 1922 году Нина уехала на учёбу, где познакомилась с молодым и подающим надежды коммунистом Никитой Хрущёвым. Через некоторое время молодые люди стали жить вместе, по некоторым данным официальный брак Хрущевы зарегистрировали лишь в 1965 году. По рассказам очевидцев, Никита Сергеевич в быту полностью зависел от мнения жены. В авдовьем дневнике Нина Петровна признавалась, что знала о всех планах мужа, его переживаниях. Вероятнее всего, что её влияние на его настрой и вообще всю деятельность сохранялась в течение всей их совместной жизни. Историки и исследователи периода правления Хрущева намекают на вероятность того, что Нина Петровна имела отношение к вопросам, которые касались её земляков. В своих мемуарах Никита Сергеевич писал, «Оуновцы не останавливались и перед самоуничтожением во имя достижения своих целей. Мы вели борьбу с врагами не только арестами и судами, а и разъяснением пагубности такого пути. Так получилось, что назначение Никиты Хрущева первым секретарём ЦК КПСС совпало с досрочным освобождением украинцев, обвиненных в коллаборационизме и приговоренных к продолжительным лагерным срокам. В 1955 году вышел указ Президиума Верховного Совета об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период ВВ. Историк Спицын считает, что эта идея пришла Хрущеву под влиянием его жены. После смерти мужа Нина Петровна вела записи, которые полностью опровергают мнение исследователей относительно того, что она была украинской националисткой.